МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Мошенники под предлогом инвестиций украли 1 миллион 400 тысяч рублей. Иностранцы впервые встали на лыжи. Как прошли международные игры в Уфе? Власти закупят 30 туристических автобусов за 883 миллиона. Улицу Коммунистическую в Уфе отремонтируют за 98 миллионов. Водитель троллейбуса из Башкирии прославился, отжимаясь прямо на дороге. Заместитель министра строительства Башкирии Элина Доминева сообщила, что, скорее всего, уйти от точечной застройки в республике не получится, потому что есть земельные участки, которые были приобретены застройщиками. По ее словам, когда дело касается комплексного развития территории, то срок реализации может доходить до 35 лет, а монолитное жилье можно построить за 2-2,5 года. Сейчас в республике заключено 11 договоров комплексного развития территории. Они дадут 1,6 миллиона квадратных метров. Напомним, что ранее на сессии депутатов Горсовета руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин заявил, что Уфа стала уходить от точечной застройки к комплексному развитию территорий. Башкирия готовится к покупке 30 туристических автобусов за 883 миллиона. Изначально власти были готовы заплатить за транспорт более миллиарда рублей. Закупать их будут в лизинг через АО «Газпромбанк Лизинг». Региону необходимы автобусы с механической коробкой передач и дизельным двигателем. Требуемая вместимость 50-60 посадочных мест. Кроме того, автобусы должны быть снабжены холодильником, системой аэроглона с круиз-контролем и системой видеонаблюдения. Все транспортные средства должны быть выпущены не раньше 2023 года. Передать их должны в течение двух месяцев со дня заключения контракта. А вот расплачиваться за них будет республиканский бюджет вплоть до 2028 года. А вы, чтобы вас разблокировали, должны еще раз перевести такую же сумму. Вас разблокируют и деньги вернутся все. Финансовые кибер-аферисты придумывают все новые и новые схемы для обмана людей. Так стали набирать обороты инвестиционные лжесайты. Просматривая сайт в интернете, я наткнулся на объявления для желающих заработать на ставках по валюте. Перешел по ссылке и со мной связались по WhatsApp. Мне сказали, что у них надежная брокерская компания, что в ней работает 200 человек по всему миру. Поэтому с ними работать достаточно надежно. Далее начинается самый настоящий финансовый развод. Войдя в доверие, лжеброкеры ведут клиента по продуманной схеме. Перезвонила девушка, помогла мне установить скайп и программу электронного кошелька, где происходили сделки по валюте. Так герой нашего сюжета перевел киберпреступникам первую сумму – 100 тысяч рублей. Чтобы создать иллюзию настоящей инвестиционной платформы, поначалу аферисты даже давали вывести деньги. Мне сначала предоставили вот эту программу, где можно зарабатывать деньги. Деньги как бы зарабатывались на самом деле. Я даже их снимал оттуда. Когда пришло письмо, у меня было там 3,5 тысячи долларов, вот это насчет страховки. Далее начались проблемы, якобы связанные с работой инвестиционной платформы. Деньги, переведенные мужчиной, не доходили до его электронного счета. Чтобы решить этот вопрос, мошенники запросили еще денег. Там было непонятно, что делать. Я думаю, что пока сумма не достигла, я сниму деньги. В общем, я снял 200 долларов сначала, а потом 300. И потом мы еще одну сделку заключили, у меня сумма сразу выскочила за 4 тысячи долларов, и все. И меня заморозили. Я им верил на самом деле, потому что специалисты грамотные, разговаривают хорошо, там как бы в теме разбираются отлично. В преступной схеме все выглядело максимально правдоподобно. Героя сюжета консультировали специалисты, которые по общению походили на настоящих брокеров. У платформы была собственная служба поддержки. Даже интерфейс программы, в которой проходили все финансовые сделки, выглядел правдоподобно и имел реальный аналог. Настоящее вот это приложение, оно даже похуже показывает настоящие сделки, где чего, сколько стоит, графики выходит, все, история. Где показаны все сделки, которые я заключал, где сколько выиграл, все платежи, которые я внес, которые туда пришли, сколько денег я снимал, все это там есть. Шаг за шагом аферисты выманили со счета клиента сумму в 1 миллион 400 тысяч рублей. Только после того, как брокеры перестали отвечать на звонки, к герою пришло осознание того, что его жестоко обманули. Мне прислал письмо этот товарищ, который со мной работал, причем письмо такого угрожающего содержания, типа того, что если вы меня обманули, я вам этого не прощу и буду с вами разбираться. У меня сейчас даже там как бы на счете лежит 6400 долларов, но снять их оттуда невозможно. При этом мужчина, обманутый киберпреступниками, и раньше получал звонки от телефонных мошенников. Они представляли сотрудниками службы безопасности банка. Герой сюжета всегда относился к таким звонкам настороженно. Но даже самый бдительный может оказаться жертвой аферистов. Поэтому, люди, не ищите легких денег, не вяжитесь со всякими мошенниками. В настоящее время по данному факту, следственным подразделением отдела МВД России по городу Салавату возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В Башкирии хотят бесплатно выдавать земли по программе «Башкирский гектар». Такую идею предложил депутат Курултай от КПРФ Ильгам Галин. Он сообщил РБК УФА, что программу предлагается распространить на депрессивные районы в Зауралье, на юге и севере республики. По его словам, ее уже поддержали бизнесмены и главы администрации районов. Проект, как утверждает автор, должен быть реализован по примеру аналогичной программы на Дальнем Востоке. Необрабатываемые земли, которые сейчас просто простаивают, нужно передавать в аренду, а через 5 лет отдавать в собственность. Причем, чтобы оформить землю, необходимо за эти 5 лет либо построить на участке дом, либо запустить бизнес. Получить свой гектар смогут не все желающие, а только многодетные, семьи с детьми-инвалидами, молодые специалисты, учителя-медики или представители профессий, в которых особенно нуждается муниципальный район. Депутат также отмечает, что на инфраструктуру для реализации программы не нужно выделять финансирование. Ведь в законопроекте не предлагается закреплять обязанность проводить коммуникации к участкам под строительство. Участки будут выделять в 13 районах. По оценке Ильгама Галина, в общей сложности земельные участки по этой программе смогут получить 20-25 тысяч человек. Власти Уфы хотят отремонтировать участок улицы Коммунистической от Ленина до Дорофеева за 98 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчику необходимо будет организовать дорожное покрытие, обустроить водоотводные люки и обновить освещение на этом участке. Будет предоставлена пятилетняя гарантия на проделанные работы. Исполнителя выберут 26 марта, а выполнить ремонт необходимо до 31 июля этого года. Оплачивать обновления дороги будут с регионального и муниципального бюджетов. Кто-то в перерывах курит, а он отжимается. Вышел из транспорта, принял исходное положение, упор лежа на асфальте и приступил к упражнениям. Выполнив норму, он вернулся за руль. Пока другие ищут отговорки, оправдываясь нехваткой времени или отсутствием оборудованного места, водитель троллейбуса Венер Джабиев устраивает спортивные занятия прямо на дороге. Ну стараюсь, как говорится, среди города не отжиматься. Там где-нибудь вот здесь вот на конечной, там на баревом производстве. Более 20 лет за рулем троллейбуса. 12-часовой рабочий график в сидячем положении дают о себе знать, рассказывает Венер Джабиев. Поэтому мужчина нашел такой способ держать тело в тонусе. Работаешь целый день, за рулем сидишь, как говорится, в одном положении. Руки, ноги начинают как бы затекать, уставать. Охота размяться, принять, так сказать, другое положение рук, ног и тело. У тех, кто становится свидетелем уличной разминки водителя, разная реакция. Кто-то торопится, кто-то говорит молодец, кто-то говорит спортсмен. Я себя спортсменом считаю, я делаю чисто для себя. Надо же чем-то заняться. Многие из коллег Венера тоже за ЗОЖ. Подтянуться, поприседать и попрыгать в перерывах – дело для них привычное. Тем более физкульт-минутку им прописали сами врачи. Вот медосмотр проходили, там написано даже, какие там производственные факторы, как бы вредные. Там написано, постоянное положение с согнутыми руками, с согнутыми ногами. Я думаю, вот у нас такие эти вредные производственные факторы. Вот и надо маленько разминаться. Движение – жизнь, говорит водитель. Поэтому заниматься спортом, делать хотя бы легкую разминку рекомендуют всем, особенно молодому поколению. Не обязательно вот в спортивную секцию ходить или в какой-нибудь спортивный клуб. Можно просто по улице бегать, где, как говорится, машин поменьше, ну, чтобы газы не мешали. По таким улочкам или там по спортплощадкам, там по школьным, например. Молодежь – надо развиваться. Организм-то развивается в молодом возрасте. А, как говорится, о том старости-то уже это, трудно что-то добиться, как говорится, от организма. Я так думаю. У сборной Египта призовое место по лыжному спорту. Чья-то фантазия? Вовсе нет. Такое возможно на традиционных международных зимних играх Уфимского нефтяного университета. Спортсмены не очень техничные, но веселые ребята. А самое главное – неунывающие. Позитивный настрой и помог им занять второе призовое место. При этом иностранные студенты только совсем недавно начали интересоваться лыжами и теперь осваивают ранее им неизвестный вид спорта. Я до сих пор не умею заниматься даже. Даже не могу стоять на ногах. Мне сказали, давай приезжай сегодня. Сказал, ладно, пойдет, давай посмотрим, как получилось. И все. А это сборная студентов из Туркменистана. Подготовились к играм ребята серьезно. Помимо того, что они начали тренироваться еще на каникулах, так один из участников решил пройти дистанцию в национальном костюме. Привез он его из родной страны. Это национальный дом. Это национальная рубашка туркменская. Это телепек называется. У нас это национальная одежда. Из этого я принес, потому что показать туркменские национальные традиции и туркменское чистое сердце, доброту. Международные зимние игры УГНТУ проходят уже в четвертый раз. Проводить такие мероприятия стало уже доброй традицией для ВУЗа. Как отмечает ректор университета Олег Баулин, здесь не важно, кто станет победителем. Главное – участие и любовь к активному образу жизни. Спорт точно помогает. Он дисциплинирует, он повышает работоспособность. Он формирует такие навыки, как работа в команде, стрессоустойчивость, скорость принятия таких решений. И в условиях внешнего давления и так далее. Это действительно все так же, как умение считать формирует дисциплина математики. Умение, все, что я назвал, формирует физическая активность. Один из партнеров мероприятия – компания Уфанет, которая поддерживает инициативу нефтяного университета второй год. Участникам соревнований оранжевый провайдер дарит подарки. В этом году сотрудники Уфанета решили пойти дальше. И сами приняли участие в лыжном забеге. Потому что компания у нас тоже спортивная. Мы бегаем, мы плаваем, мы играем в кучу разных видов спорта, играем в футбол. И пригласили сегодня участников от компании партнеров. Мы тоже, конечно же, поспешили зарегистрироваться, ребятам помочь. Четвертые международные зимние игры для Угунту – это не единственный спортивный праздник. В планах проводить подобные мероприятия круглый год. Ведь, как отмечает руководство нефтяного университета, спорт тренирует не только мышцы, но и мозг. Адрей Шарыгин, Розелий Лудожбаев, Роман Нагуманов, телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова